Привет! Сегодня я нахожусь в замечательном и красивом месте в Таллине, в дверях около старого города. Но не о старом городе мы будем с вами говорить. Как я говорила раньше, в моем предыдущем видео у вас появляются обалденные вопросы. И сегодня я решила ответить на один вопрос девушки из эксклюзивного клуба «Тело мечты». Она спросила, почему, тренировавшись в месяц, она сегодня встала на весы, и весы ей не показывают никакого результата. Думаю, все вы сталкивались с такой проблемой. Давайте посмотрим, в чем проблема и как решить ее. Прежде всего, стоит начать с того, что все мы индивидуальности. Ты и я все, мы все разные и мы все уникальны. Поэтому не стоит себя сравнивать ни с кем другим. Если ты будешь это делать, ты всегда проиграешь. Пункт номер два — это то, что вес. Вес, весы, я уже много раз говорила, что это очень плохой вариант, как измерять свои изменения. Если вы не измеряете процент своего жира в зале или у доктора, то в основном невозможно узнать, благодаря весам, какой у вас процент жира. Если вы видите какую-то цифру на весах, это особо ни о чем не говорит. Конечно, это говорит, сколько вы весите, но это совсем не показывает вашего прогресса или сколько у вас уменьшилось жира и сколько у вас выросло мышц. Да в том, что вес зависит от очень многих факторов. От того, какое-то настроение, от стресса, от погоды. Для девушек от времени месяца и многих-многих других вариантов. Поэтому, если вы встаете на весы в плохом настроении, скорее всего, вы увидите то, что не хотите там увидеть. Если вы занимаетесь силовыми тренировками, вам стоит помнить, что когда мы наращиваем мышцы, а мы это делаем с силовыми тренировками, то жир, он намного весит меньше, чем мышцы. Поэтому, когда вы будете избавляться от жира и добавлять мышцы, вес может не измениться. Он, конечно же, изменится через какое-то время, но не сразу. Так что не волнуйтесь и продолжайте тренироваться. И третий пункт, очень важный. Вам нужно быть честными с самими собой. Это не только вы честны со мной или еще с кем-то, а с самой собой. Сколько вы едите? Чисто ли вы едите? Какое у вас питание? Если вы думаете, вы едите правильно, правильно ли вы едите? Проверьте, запишите все, что вы съедаете день или два, и вы узнаете, где у вас есть провалы, если они есть. Также вы должны помнить, спите ли вы столько, сколько надо, восстанавливаетесь ли вы правильно, отдыхаете ли, пьете ли воду. Очень важно помнить, что мы работаем как огромная система. Поэтому все эти компоненты очень важны в достижении наших целей. Что же делать, если вес стоит? Во-первых, не тревожиться по этому поводу, не стрессовать. Дело в том, что стресс опять-таки наращивает вес. Продолжай заниматься, следи за своим питанием, не сравнивай себя ни с кем, поставь себе цель и будь верна этой цели. Не стоит концентрироваться на весе и на весах. Забудьте о них, отложите их и вообще не вспоминайте о них. Как вы уже знаете, во всех моих тренировках, как и в нашем эксклюзивном клубе, во всех моих программах, как в эксклюзивном клубе, так и в календаре с тренировками, у нас есть время для фит-теста и измерений. Это очень важное время и придерживайтесь его. Это всего лишь два раза в месяц, но это очень важно. Это показывает ваш прогресс и в то же время не загружает ваш мозг на то, что нужно вставать на весы каждый день. Не забудьте, что мы делаем измерения два раза в месяц. И не пропускайте эти времена. Всегда делайте фит-тест и измерения в одно и то же время и теми же приборами, которыми вы это делаете. Обязательно записывайте свои результаты, чтобы не забыть. Это поможет вам также наблюдать прогресс. А еще, что обычно помогает, это фотографии. Делайте фотографии, смотрите в зеркало. Какое ощущение? Как у вас одежда сидит на вас? Как вы себя чувствуете? Это все показатели того, какой у вас прогресс. Если вы себя чувствуете плохо, тогда надо что-то изменять. Если же вы чувствуете себя замечательно, одежда на вас сидит отлично, а весы ничего не показывают, не обращайте на это внимания. Итак, вы знаете, что делать. Сегодня у нас время фит-теста и измерений. Измеряйте, записывайте и не забывайте сделать это снова через две недели. И напоследок я покажу вам тест, который покажет вам, насколько ваше тело сильное, накачанное и насколько много там того, чего не надо. Тест называется тест трясучка. А выглядит это вот так. Итак, если у вас слишком много чего-то трясется, то, сами понимаете, нужно еще работать. Ладно, это была шутка, конечно, но в каждой шутке доля правды. Скоро увидимся и всем отличных измерений, фит-теста и пошли тренироваться. Пока! Поэтому пункт номер два, или что это показывает? Наблюдать прогресс. Дело в том, что вес зависит от очень больших... Дело в том, что вес зависит от... Итак, когда вы занимаетесь... Так же вы должны помнить... И знаете, что мы делаем фит-тест и измерения два раза в неделю... Ой! Не обращайте на это внимания! И на это тоже. Дело в том, что мы делаем фит-тест и измерения два раза в неделю... Окей! Дело в том, что мы делаем фит-тест. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова